Всем приветики! 11 января, у кого-то начинается первая рабочая неделя, первый рабочий день в этом году, нас это не касается, а кто-то ел и пил, ел и спал, кто-то вел здоровый образ жизни, все по-разному провели эти новогодние каникулы и они наконец-то закончились. Для кого-то, наверное, наконец-то, потому что такой образ жизни он расхолаживает, допустим, даже у меня было сколько, 6 выходных, я думала, так, у меня 6 выходных будет, я и то сделаю, и все сделаю, вот, хотела в туалете замазать между кафелем вот эти вот полоски на полу, потом хотела покрасить батарею ванной, вы думаете, я что-нибудь сделала? На эти свои новогодние каникулы ничего я не сделала, вот, по дому что-то крутилось, что-то вертелось, но то, что планировала, ни фигушечки я не сделала, так что планирую, не планирую, так, а сколько у нас градусов на улице? Вот, планирую, не планирую, не всегда получается, как хочется, на улице минус 14, я уже покормила зверей, сейчас выпущу Гулькина и буду собираться на работу. А я достала щучьи головы, головы с форели и кум... нет, не кумжу, ты кто? Говори, ты кто быстро? Сига я достала, вот, вспомнила, память вернулась наконец-то, и буду делать заливное вечером с рыбы, которое Коля называет рыбный холодец. Мне всегда так забавляло, когда он на заливное говорил рыбный холодец, а потом, когда мы были в отпуске, я поняла, что это у него еще с детства, потому что в его деревне заливное называют именно рыбный холодец. Так что это название не просто Коля придумал, это название у него с детства. И достала куриную грудку, сварю бульончик. Я уже собралась, ну как вам не показать этих зверюх? Посмотрите на наш, мы так вот шпы, мы уже наелись, даже не все шьели, оставили на потом. Один в конверте, уютный свин, а другой тоже не менее уютный, только трусливый. Вот так мы лежим, распластались, пузо наел. Тебе хорошо, Дришик? Тебе холесо, моя сонечка, да? Давай, отдыхай. Девчонки тоже дремлят. Скажи, Лена, чего ты со своей камерой тут? Иди уже на работу, работай. Деньги зарабатывай, да побольше. Пилечка, а ты что не спишь? Еще даже свет не загорелся. Такой сонный, такой сонный не могу. Давай, отдыхай, еще рано. На парковке возле дома движуха, кто-то чистится, кто-то греется, кто-то выезжает. Видно, что люди стояли, потому что до этого, сколько я ездила на работу, может быть, одна-две машины и все, и больше никто. А сейчас прям разъезжаются на глазах, пока я стекло шкрябало, уже машины три уехали. Я на работе, но тут такой дубак, обычно я на работе переобуваю сразу, сегодня нет, мне кажется, даже носочки у меня все замерзли. Положила их греться на батарею, одену тепленькие. Налила чаечку, кипяточку, надо обогреваться и снутри, и снаружи. Привет. Да, Лёва. Не, классно, вот и хорошо. Давай посчитай. Соспарилась все, блин. На улице, борозяк, это что? Ну, потому что я поднималась в гору, потом бежала, смотрю, автобус, короче, этот... Короче, это двигалась. Да, потом я залезла в этот автобус, там толкучка, пока стояла. Аня, раздетая, ты с ума сошла, ты замерзнешь. А я принесла, а у меня кофта куча. Я, блин, ты че, знаешь, как холодно. Да ты че, сильно, знаешь, кофта и железка. Я, конечно, разогрела, три печки сразу включила, сейчас уже нормально. Я пришла... Дубень, дубень. У меня носки льдом покрылись, я положила их на печку, разогрела носки, потом только одела на ноги, и он чай налила. Так, значит, ты говоришь, дубень. Ну, сейчас-то я разогрела уже, все, печками на это. Ты знаешь, что не чувствуется, что тепло? Да. Ну, я-то сижу в трех печках, а ты там вообще где печек нету. Ну, здравствуйте. Ну, что только официально-то? Знаете, вот выбирайте, а то я приносила. А что это? Вот это давайте мне. У меня как раз эта полочка, где у меня всякие сувенирчики стоят. Ну, а ногти стричь, классно. А это... Классно. Это что, переведите? Это Исааковский собор. Исааковский собор, ну, спасибо. Я сейчас посмотрю тоже. А у меня полочка, где всякие сувенирчики маленькие, вот такие штучи, вы дарите себе. Ну, я одинаково купила, Мишка забрал. Да? Ну, ладно. Ну, Аньке лак новый. Нет. Ну, смотри, 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 смотри. Совершенно красивый. Ну, мне как раз в мою коллекцию. А мне как раз вот это вот. А ногти стричь, хорошо. Вот, вот, брать. Я сейчас... Я сейчас и распакую. Спасибо, Александра, за сувенирчики. Так что вот такой вот сувенирчик в моей коллекции еще появился. Так прикольно, все здорово. Мне лично очень нравится. Все, рабочая неделя первая в этом году закончилась. Сейчас еду домой, еду на выходные. Позвонил папулька, маме надо спечь печенье. Ну, я и так собиралась это сделать. Заодно каляки-маляки повезет. Ему тоже эти печенюшки яблочные нравятся. Кстати, они вкусненькие. Но самое вот, мне кажется, главное туда класть кислые яблочки. Семеринку, Голден, как он? Голден, Голден. А, ну просто Голден. Грэнни Смит. Вот с этими зелеными яблочками вообще просто супер получаются печенюхи. Вот впереди машина. То, о чем я говорила. Обогнала. Я ей уступила дорогу, стала за этой машиной. И эта машина теперь ни сама не едет. И ни меня не пропускает. Это из серии того, что бесит на дорогах. Конечно, она меня не бесит, но зачем так делать? Я не понимаю. А мы с вами можем полюбоваться небом. Сейчас как раз я буду спускаться в ту сторону, где оно на данный момент снова красивое. Посмотрите, какие краски. Как будто бы чернила. И не поймешь, что еще. Ну да, больше похоже, наверное, на чернила. Просто обалденное. Просто обалденное небо. Больше слов никаких подобрать даже не могу. Вот я не знаю. Я на юге. Я не помню такого неба. Нет, красное бывает. Красные закаты, красные рассветы. Да, там по-другому немножко. Там прям такие яркие-яркие цвета. Потому что солнышко рядом. И это солнышко ярко-ярко освещает. Но там как-то вот тоже очень обалденно красиво. Но красиво по-своему. Что такое? Что такое? Кто голодный? Кто голодный? Два голодных свина. Один голодный свин. И второй голодный. Я не могу, когда они на задней лапке стоят, становятся. Это так забавно. Это так прикольно. Ну все, травы будем. Будем травушку-муравушку. Тихо, будем. Будем, конечно, заботимся. Мы не будем. Мы много будем. Дождь из травы. Это здорово. Забрала из машины. Вожу эту коробку уже несколько дней. Заказывала одноразовые контейнера. Ой, блин, падаю. Сейчас посмотрим. Такое огромное коробище. Для такого количества контейнеров. Заказывала на озоне. А это зачем мне сюда положили? Этикетки от зеленки. Бриллиантовый зеленый. Раствор наружного. Это зачем? Это реклама, да? Причем здесь контейнера до зеленки, а? Кто мне скажет? Вот такие вот контейнера заказывала с крышкой. Сюда можно что-нибудь класть. Например, что-то жирное. Или когда иду к родителям, чтобы потом они не мыли. Просто на помойку выкинули. И все. Вот. Вот такой вот набой. Я не помню, сколько стоит, честно говоря. Не помню. Но выбирала самые дешевые. Что-то в районе 6 рублей, по-моему, за штучку. Так. Больше ничего мне тут не подсунули. Но это вообще прикол. Это для чего? Это зачем? Ой, кино и немцы. Ладно. Сейчас запущу машинку. Надо постирать там кое-какое бельишко. И буду заниматься холодцом. Вернее, заливным. Рыбным. Поставлю варить бульончик. И буду делать печенюхи. Так. Включаюсь через время. Рыбка на заливной у меня уже готова. Бульончик варится. И печеньки готовы пойти в духовку. Печеньки в духовке. Поставила готовиться овощную рагу. И займусь я заливным. Так. Печеньки готовы. Для мамульки отнесла в комнату. Ей оставила. Вернее, отложила. Которые менее запекся низ. Коли, которые не запекся побольше. Потому что у меня духовка печет неравномерно. Которые печеньки ближе сюда к краю. Они так сильно не запекаются. Которые дальше. Вот так вот получается. Поэтому каляки-маляки по румяне. Мамочки по обмене румяне. Бульон готов. Овощную рагу готова. Сделала морсик клюквенный. Разложила. Сделала заливной. Сейчас остынет. Уберу в холодильник. На сегодня я с вами попрощаюсь. Потому что снимала сегодня мало. А завтра поеду к маме с папой. Завтра у меня выходной. Послезавтра у меня выходной. Поэтому будет всем пока. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. 12 января. Я понесу сегодня для папы с мамой вот такие вот календарики. Я покупала по просьбе папы. Кое-что еще. И хочу отфотографировать вот эти вот календарики. Очень удобно. Я уже его показывала. Здесь показано, что можно кушать, что нельзя, в какие дни. И я же готовлю гостинчики для папы с мамой. Но в основном для папы. Потому что маме много чего нельзя. И готовят они сами. И я могу знать, когда можно рыбу. Видите? Когда можно рыбу. Когда чего можно. Когда можно с маслом. Когда можно без масла. Короче говоря, очень удобный календарь. Я потом себе куплю такой же. Пусть у меня будет. Но пока я его просто отщелкаю. Отфоткаю на телефон. И у меня он будет в телефоне. Опять еда стояла на столе. Но она уже согрелась. Коля проташил. Коля высыпал. Он заботится. Заботится. Китайскую капусту давно вам не давала. Ешьте. Забыла про нее. Вот. Надо кормить. Китайская капуста это хорошо. Сказать, это хорошо. Кстати, для людей тоже хорошо. Можно салатик такой соорудить. Китайская капуста. Свежий огурчик. И укропчик. С маслом растительным. Немножечко. Вообще классный салат. Гулькин. Гулькин. Давай кушай. Сейчас кушал. Опять стучал клювиком по мисочке по своей. Ну покажи, как ты это делаешь. Мне в комментариях написали так смешно. Гулькин как радист. Как будто какой-то... О. Сейчас не так громко. Как будто какую-то радиограмму выдает. Он тогда был голодный, когда я снимал. И прям тук-тук-тук-тук-тук. Часто-часто-часто. Азбука Морзая. Ты кому там сигнализируешь? Сейчас поест, пойдет гулять. Скоро пойду к родителям, но пока еще рано. Я уже поснимала всю красоту практически на кухне новогоднюю. В комнате у меня уже убрано давно. Я показывала елочку. Здравствуйте, Гулия. И вот снимаю сейчас последние штучки с окон. Придется мне мыть окно, но вам не видно. Вон она пленка, которая... О, клеится. Опа! Опа! Осталось немножко на окне. Сейчас поснимаю остатки. Промою окошко. Вот у меня сколько игрушек насобиралось. Уже частично отвезли в гараж. То, что я до этого собрала. Это отвезем, наверное, завтра. Те, которые были на шкафчике, вот эти вот, очень здорово у меня вместились на вот эту штучку из-под зеленки, которую мне положил в коробку Озон. Они снялись отлично. Это я сняла зеркало. А сюда клею те, что были на окошке. Кстати, вот этот вот шкребок Лени в помощь. Я сейчас пленку эту со шкребу этим шкребком. Гляньте, как здорово. Вот, не хочу шуметь на видео. Вот. Со шкребу, потом окошко помою, и все. Потому что с помощью моющих средств эта пленка сама по себе не отстанет. Ну вот и все. Ну и красота. Позвонила Лорик. Она сейчас у нас в пятерочке в этом магазине, ходила на маникюр и заскочит ко мне. Так, наверное, надо поставить кофеечку. Я смотрю потом. Привет. На улице холодно. Сейчас все, почти. Я извиняюсь. Кого-то возводила не того? Ну, блин, у меня, получается, Елена первая. Да, это Елена, короче. Короче, две Елены. Ясно. Это не... Давай, я кофе сварила. Я разрядилась. Решила неярким, короче. Просто, видишь, все-таки гновики хорошенькие. Просто, вообще. Ну, не, ну, классно. Такие, это, миленькие. Ну, что пишем? Это же это разрядилась, как бы, моя сигарета, блин. Вообще, нет. Может, зайти в туалет, дыхнуть. Да? Нет, я такое не устраиваю. И сразу же. Так, а чем? А, я куда здесь бросила? Насчет зверей. А чем зарядить его? А она заряжена. Просто он нам в морозе, видно... Разрядился. Ну, хрен-то, сейчас тепло, будете, и это... Я тебе что-то шепила кулиткам твоим дать торфу. А, тебе на, мексиканская смесь. Спасибо. Слушай, она клевая, кстати. Ага. Закройте там морозилку. Попробуйте, несколько палочек. Поставай, разломаешь мелким, может, если они влезли в одно. У меня пока есть. У меня там 2 или 3 палки есть. А, есть. Ну, это хорошо. Ну, это на запас. Если просто же они сжирают, просто в скопалке стоят. Они коробьи, да. Ну, как бы, что-то будет по ним ползать. Мелкий кинешь, там тоже им вот этот, прям вот так вот кинешь им. Тебе показать, где так-то? И это, да, сейчас. И торф. У тебя без торфа сидят? Без торфа. Короче, добавлять с мухом его торф. Сначала торф, потом мух. Так, сейчас я Ларисе вопрос. Сейчас. Каких? Андатру знаешь? Ну, Андатру, ну так, а вы, да. Какая размер? Покажи мне. Я линейка говорила, но она мне показала. Я смотрю дикую охоту сейчас. Да. И как они готовили? Какого размера Андатра? Андатра, я думала, это крыса, большого. Молодец. Правильно ты сказала. Крыста. Короче, ловят на болотине лунки. Андатра, еще, наверное, шубы тоже из них шутят. Да, по-моему, тоже. Тебе налить кофе? Налить. Квадратные лунки. И отпускают, вот как Евроруссия, каталка-то, решетка, только круглая. А где твои чашки? Они-то мясо, наверное, тоже. Короче, да, да, да. Я бы не ел. Ну, я не знаю. Он показал шкуру, как с кролика снял. Он там раздел, это, ножки, тушку. Коля за чашки в обе комнате. Порезал лук, морковь, все наверх, мешать нельзя. Мясо снижим, лук, морковь. Да, а у нас нету, наверное, серию. Здесь нету. Нет, он смотрит какие-то другие. Дикую лохоту, я смотрю. Все там сготовил, я не знаю, 40 минут сначала это. Сверху посыпает рисом, мешать нельзя. А, залил вверх рис водой. Вода вот так рис покрыла. Опять 40 минут надо ждать. Ну, уже коричневое, мясо, морковь. Ну, сидит, кушает. Крыса, ты правильно сказала? Крыса, это что, разовидность креста. Ну, мясо красное. Ну, крыса есть. Сахар надо? Тебе не надо, тебе сам положу. Я вот не знаю, куда эту шкурку, ну, че там шкурка. Ну, шьет шубы, ай, Лен. Лен, это сколько надо штук? А как из шин шкур шьет шубы? Ну, до сколько надо шин шил? Да, ужас. Да, сколько шин шул надо? Так это сколько пахоты? Он показали, как утром эти Кавканы. Расскажите про утку. Вкусная была? Нормально, вкусная, хорошая. Я не просто ни разу утку не ела. Не ела? А где брала? В этом? Брала, по-моему, я брала в Линсе или где-то. А, нет, я брала у нас, вот тут, в Дикси. Я вот такая, мы же тут в деревнях покупали. Я изготовила, начиняла и по-всякому. Я люблю, мне нравится. Ну, там немножко, там надо два часа где-то готовить. Ну, подой, сюда вкус немного отличается, немного совсем. Ну, как курица, но не курица. Это домашний звон. Лечерний звон, бом-бом, и мы на работе уже соседнего этого, говорят. У меня такая, у меня вообще мой сегодня, я вчера сделала аллергия, короче. Думаю, ну, новогоднее сожрали, сделаю бодельку олергия. Он, в принципе, всегда хорошо расходится. А я говорю, можно я фильм посмотрю? Ну, смотри, приходит, короче, во сколько, наверное, в третьем часу. Ложиться, хорошо, а я сочутка сплю. Потом смотрю, вот такая, в 5 утра просыпаюсь. Смотрю, его нету, понимаете? Что-то я кушать захотела, а Риня херачит в 5 утра. Я говорю, ты нормальный вообще, короче. Ну, подпуски, короче. Я говорю, зато сейчас я на ногти ехать в 11 часов. Даже глаз открыть не может, бляд. Мне с собакой гулять, а он... Ну, чего ты чешешь? Тебя чешу. А ты чего, замерла? Да я нет, я путь уступ, это... А делась, что замерла? А вы сегодня выходные вдвоем, что ли? Двоем, и завтра мы вдвоем. Я вчера, она не пошла, не знаю. Но он вчера на юбилей был, я не захотела идти. Перешел вчера, все драби, просто... Просто драби. Мои на Новый год напились. Юля, короче, моя невестка, он ее, короче, споил. И Серега, мы с Данилой нормальными. А я как наутро просыпаюсь, короче, у него всегда голова с утра были. Он же не пьющий человек. И он редко пьет, но метко. Серега? Да. Он редко пьет, но он пьется так, что, блин, вообще, король. Он выпил коньяк, он выпил у детей там какую-то бодягу, Травяную какую-то, они там пьют, не знаю, виски, мол, не знаю, что он не пил, короче. Я думаю, что ты пахеет алкоголь, это шампанское он будет пить из алкоголя. Не, я выпила на 8, кстати, такую вкусную вообще. Я брала на 8 число, у Юльки был юбилей, 18 лет, и мы ее поздравляли ездить, ну, она пригласила, короче, и это, и шампанское с собой брала вот это вот. Одна пила, это вкусно вообще, и мне так понравилось, я говорю, ее надо купить тоже. Ну и вот, я он такой с утра просыпаю, ааа, болит, я говорю, дай таблетки, нет, дай мне коньяк. Я говорю, ты что похмеляться будешь? Он такой, нет, я сейчас разобью его, короче, и я так заржу, неси мне все весь алкоголь, что в доме, все разобью, короче, как будто я его заливала, а я ему говорю, у тебя будет голова болеть. Ты пил, тем более редко, если ты пил. Вообще, дай мне что есть, я разобью. Если бы я столько выпила, сколько он вчера, я бы просто, наверное, двое суток лежала. Да, куда ты знаешь, сколько мы выпили? Я же знаю, какое-то от какого количества, ну, то есть... Водки было много, ну, 50 лет мужику, 30 человек, бригада была. Вот и это, блин, не освоить было. Смотри, Лена приезжает, да не хочу никуда, голова не мыта, что я поеду, я не могу так, ну, как бы... Костик завязал, как я, он, я уже три дня хожу. А я собиралась вчера отцу заливной, думаю, куда ехать, если мне надо... А нас позвали тоже, мы и с родителем познакомили, ну, как, с мамой ее, короче, ей сколько, 38, самому младшему год и три. Я говорю, о, четвертый заберемен будет, да, пойду, значит, у нее, 18, у нее, вот это, ну, старшая, потом 9 и год и три, короче, младшему самому. Нихера все, вот это мы рожаем. Вообще... Лена, я что думаю, может, мы тоже родим что-нибудь? Пока тебе... Что-нибудь, что он-то и делает. Не говори-ка, что-нибудь, только с мамой, на Рик, я уже... Да я на рыбалку приучу, хоть девку, хоть мальчик. Мы не видом усмем. Нет, у меня Танька любит рыбалку, надо как-нибудь вас познакомим. У меня очень любит. У меня сын любит рыбалку. Да, он прям уважает тебя. Я его возьму потом, мне помощник. Глазки красные. Ну, вот что делать, я две стопки выпил. Волк он выходит на помолку, говорит, леса приходят жрать мне, говорит. Людей еще не боится, говорит, жрать, конечно, она... А я говорю, она в карьере живет, говорит, а он дала, я говорю, да? А, пи-мо. Так я говорю, утки прилетали, блин, ходили тут по Галару, блин, вот когда вот летом, я говорю, ничего, две утки, еще Ника жила, была. Я говорю, две утки, я такая Ника смотрю, она такая... Ладно, эти глупости там, чайки. Две утки, самец и самка, тук-тук-тук-тук, иду, знаешь, такие же. Вы, что делаете вообще? Вольно такие, не боятся, только тук-тук-тук, и то возлетели, полетели. Потом под балконом они вот прилетали, да, и к людям... А у меня вот эта вот прогулка, конечно, на утреннее, ничего не ладно. Я спокойно уже, то есть это надо войти в график. Ну, то есть она должна знать, во сколько ты просыпаешься, наверное, вот так вот. Она меня будет с пяти утра, она не будет, она сядет, я только зашевеюся, она сядет, типа, пошли, я говорю, так, спать еще вот, отворачивала, она, пук, легла тут же, знаешь. Только зашевеем опять, коп, она здесь, я скажу, сидит такая. Не, привыкаю, понимаешь, мы привыкли с Никой, во-первых, столько, 10 лет мы с ней, и как-то мы, и Серега, конечно, напрягает, это, ну, смотрю, уже попривыкнула. Я говорю, а собаку, я бы, наверное, дерзала бы, только у меня эти прогулки. Не-не, зато это твоему здоровью намного, я говорю, у меня перестала, говорю, болеть спина, вот с этими палками начала ходить, как бы, и вообще, то есть, с утра встаю, у меня спина вообще ломит, блин, и как-то это, сейчас легче стало намного, потому что движение вот этими палками, и вообще, это ходьба, ходьба, она, я смотрю, хоп, так, столько с калорий, ну, Серега, мы сегодня 200 калорий сожгли, а тут поднимались в горку, 300 калорий, а он говорил, нифига, какие вы молодцы, там, типа, они же, что, это, отвечают, типа, ну, я ходи дней, тут сижу, ногти делаю сейчас, а тут, ну, нет, посмотрю, а не пора ли вам походить, типа, ну, что, офигели, что ли, у меня даже это постаново, потом, короче, раз такая пошла, ну, вот, молодцы, движение, типа, это же земля, кстати, свагну, очень хороший, на этом же километре, где мы с тобой собираем грибы, ты заезжаешь, и сразу в правую сторону, и именно в августе, сентябрь, он зеленый, он офигенный, и он уже, я его подсушила, то есть он не мокрый, даже не влажный, и я говорю, без жучков, то есть я даже, да, и без жучков, во-первых, у нас жуков никого, кроме паучков, там, полуквартиры, потом, типа, ааа, Серега, убери паука, я блязу, у тебя столько, блядь, живности, говорит, ты не боись, а пауков, я не могу пауков, я вообще говорю, я, что, прям, я паникат, это, наверное, у стрельцов у всех, у стрельцов не спрашиваю, все боятся пауков, я вообще, любой, блядь, я кричу в автоматах, то есть у меня нет такой, я смотрю, висит, короче, на картине, ебанчик, у него, я говорю, Сережа, я говорю, только не убивай, с балкона, просто на молю, а тут тоже дверь, ну, полет, дверь открываю, блядь, потру лапки отпали чьи-то, че лапки, короче, а там паук уже без лап, короче, а я его прощаю, ай, лапки, короче, я говорю, Сережа, ну все равно выкинь, может отрасту, блядь, просто, я тоже, вот это, косметичку беру, он у меня на кровати, на диване стоит, беру, такую, ставлю, сидит, на меня смотрит, паук, короче, еще так встал, знаешь, типа, лап и стойку, да, блядь, блядь, бежит, если я так ору, значит, паук, блядь, он не боится, блядь, он говорит, у тебя мокрички всякие хрень, я говорю, не боюсь их, вот, вот ты тресня, блядь, могу спокойно, а вот эти, блядь, очень скучаю по ней, вообще, посмотрю, у меня были такие, прямо, они вообще, ну ты очень любила, у меня было такое, этот, забыла уже, как его зовут, уже представляешь в памяти вообще, как же его звали-то, Лоло его звали, он такой, как Мишка, короче, потом скину тебе фотку, породистый такой, и он, когда, не, он мелкая-мелкая шерсть, он как веслоухие коты, типа, и они, как Мишка, я его Лоло назвала, и его берешь в руки, единственный был, и он все время так, лапом, и, короче, вот в руки берешь, он, единственный, как у него хомяк, ой, хомяк, вот такая фенка, чтобы у которого так, блин, блин, так вообще, скучаю по ним тоже, прикольно. Ну, такие классные, к ним просто приходишь, посмотришь, посидишь, уже это, настроение другое, там прохладнее. Вот этих можно тоже на торф посадить, они тоже едят очень хорошо торф, и тебе меньше проблем будет, и можешь раз в месяц только убираться у них, торф перерыва. Ну, в принципе, мне тоже можно вот мешок заказать, гаража поставить, оттуда отколупывается. Да, я сейчас скину, если хочешь, на Азоне, у них подешевле, там, мешок, он не трогает, там, то ли 400 рублей, то ли все, мешок, блин, понимаешь, тех, гаража поставить, и даже цветы, он хорош, и цветы идут, да, да, то есть ты и для цветов пересадку можешь делать. О, елку не убрала, все убрала? Я вообще убрала, поставила, наверное, 29-го елка, убрала, наверное, числа 3-го, конечно. Ну, мне надоело тоже, мне тоже не надоело. Она место занимает, да, а у меня, что Миша, эти шарики ворует, ну, потому что это все, не понесла, там. Так, что это? Шуба теплая? Да, и, слушай, покупала, мама еще жива была, и давала мне деньги, говорит, у меня, говорит, шубы нет, пускай хоть и тебя будет шуба, и мне так она понравилась, мутоновая, она облегченная. Ну да, она легенькая, вид, тонкий мутон, и что-то зашел, 25 тысяч, еще сколько лет назад покупала, что-то я так это, а я ее два года холодно, потому что в этой норковой, она короткая, она, это, холодно. Все, спасибо за подарки. Спасибо, что заскочила, видишь, хорошо. Коля, до свидания, каляка-маляка. Каляка-маляк, кричит до свидания, он тебя услышал, я ему говорю, закрываю дверь, постели, не заправлено. Да, сейчас, у меня думаешь, заправлено. Мне Серега говорит, никто не приходит что-то заправлять, чтобы он, ну, там, блин, чище в квартире. Не, я не всегда, я не каждый день заправляю. Я вообще, я стабильная, если я когда одна, я сначала Кристину в школу, заправляю кровать, убираю всю квартиру, вылизываю вообще полностью. Блядь, опять одну и ту же, блядь. Ну, я все равно, мне так спокойненько, я еще и чистоплю какой-то, мне самой бесит все. Ну, да, я вот некоторые вообще надо плевать. Пятнышко все. Это хорошо, это хорошо. Мне так хочется, знаешь, утром расслабиться, блядь, чтобы не могу. Не могу. Постоянно движение, пока все. Никак, да я сама, Лариса, такая, давай. Давай, Ман, хорошенько, немаленький. Молодец, что заскочила прям. А я думала, в саду можно. Умничка, умничка. Все, 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 давай, целую, пока. Кристюшке привет передавай. Так, надо, 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 надо.